Правый чил просто... Так и закаляются чемпионы. Ой, куда ж ты стреляешь? Ё-моё! Джиу-джитсу просто подбит прицел. Или-то вчера смотрели все матчи. Сегодня Бутбум будем смотреть. Да, Бутбум Азуру очень хочется посмотреть, это правда. Сегодня прикольный матч. Сегодня вообще так понимание группы Б будет хотя бы плюс-минус. Блин, интересно, как вы думаете, если сегодня Бутбуму посрутся, пикнут ли Спирит Бутбум? Или же всё равно попробуют типа с шопиками поиграть? Это интересный вопрос. Кстати, если честно. Чему, Артизи пикает? Ну, я думаю, Бульба садится за любой компьютер, за который хочет просто. Может быть, там удобнее Артурчика поднять. Так, ну что, Бутбум. Драфт. Какие бали мейджа? В принципе, ничего не меняется. Но это их база. Это их база, Шторм Коттл. Играть. Я не знаю, у шопиков намного всё лучше типа выглядит. Ну, прям вот в тысячу раз. А он тоже пиздец. Ну, кто, блядь, кто нахуйню это пикает им? Пиздец, вообще. Это реально Буг сидит на ебаре, серьёзно думает, что эти драфты заебись? Ох. Ну, чего они ласпикнули? Им надо драфт спасать как-то, я не знаю. Кентавр, да? Но Кентавр неплох. Луну. Когда хороший герой был. Ну, и с Лассилером, на самом деле, Энфис бомба. Ну, ладно, посмотрим. Мне Shopify больше пик нравится. Но я бы линии посмотрел. Бутбум могут эту игру выиграть. Им надо сыграть идеально. И, например, тот же Шторм должен Айгис просто забирать. И тогда можно играть в дот. Почему пьюр паба он ли на кере играет? Это неплохо ли? Я считаю, это неправильно. Но это было изначально понятно, ребят. Когда ты жертвуешь собой ради команды, это работает только до тех пор, пока вы побеждаете. Потом у тебя уже, как ни крути, будут закрадываться мысли, типа, бля, я играл на кере, у меня всё было охуенно. Меня сместили насильно, типа, на три. Нахуй я сейчас играю на три. Если я хочу играть на кере. Ты регаешь паб, и ты такой, блядь, как я ебал в рот, нахуй, на этом кентавре идти паблик играть. Пойду на фантомке поиграю, да, там осталось. И всё. И чем больше поражений, тем больше эта мысль тебя начинает разъедать. Не, ребят, нет такого понимания, просто захотел поиграть на коре. У тебя интернешнл. Ты чё, настолько, типа, одарённый оффлейнер, который 15 лет на сцене, что у тебя все герои 30 уровня, что ли? Тебе надо сидеть, тренироваться на героях. Особенно мета постоянно меняется, и тебе нужно, ну, типа, оттачивать мастерство. А пару игр на фантом Ассасин и Свенни тебе никак на оффлейне не помогут. Так, ну что, смотрим лейнинг. И если у Шоппика всё нормально, я бы на них постоял. Лайк очок. Добрый парень. Несколько раз в лифте с ним встречался, такой он позитивный прям вообще. Въебать может с удара убить любого из дотеров, да? Но вот он как положительный главный герой, который только для самозащиты тренируется. Айсбергов. Айсберг, блядь, я думаю, на Айсберге просто, ну, с говном смешают вообще без шанса. Пару кайтов там уже задохнулся Айсберг. Вы, конечно, я не знаю, почему в нашем мире, если ты толстый, значит, ты сильный. Ну, типа, я понимаю, что масса равно силы, типа, физика, все дела. Но есть такое понимание, как атлетичность. Это набор навыков. Это скорость, выносливость, интеллект, опять же, который ты используешь. Ой-ой-ой, чё, обед мутит. Йо-йо-йо. Бля, надо было ему это делать? Если честно, у него так всё хорошо было. Ну ладно, он его выбил на... Хотя нет, мне кажется, он... Мне кажется, он просто хуй не сделал. Хотя ему едет болтался, если он нормально будет. Ребят, вы вообще знаете, чем Флай занимался? Он же там вообще просто, блядь, терминатор. Да не ссорился я ни с кем. Бля, вот вы раздуваете, как обычно, из мухи и слона вообще. Я что, сказал что-то не то? Вот назовите меня худым. Это что, мне, ну, типа, нужно обидеться? Ну, если он толстый, ну, если это, типа, факт. О, кстати, он две руны заберёт. Ебать, для хуёва, для ГПК. Типа, ничего против Айсберга не имею. Просто считаю, Флай из Шапифа Ребелиан сильнее. Дословная цитата. Бля, ну, слушайте, у обеда всё хорошо. Да, у ГПК, типа, чуть лучше, но он прям по ресам. Вот из-за того, что он забрал две руны, это прям максимально ему много дало. 2.25. Сейчас или подождать? Ну, мне кажется, в какой-то момент Бэтбум сильнее будут в любом случае. И наберут преимущество. Не думаю, что Шапифай прям будет легко. Так. Пошёл ХВЛ. Ой-ой-ой-ой-ой. Как это важно было. Хорошо, что Торонто разменял. Но это очень важно было. Потому что это Ферзбат. Но ещё, в целом, посмотрите, по ХП, типа. У него чуть больше на паке. Можно будет уже под шестой его попробовать потом поднапрячь. Артизи тоже отлично стоит. Вчера Егор сделал, кстати, критическую ошибку, что он купил Мидаса, а не Армлет. Потому что Лайфсиллер без Армлета вообще ноль урона героя. И за это он поплатился в будущий юзлис всю игру. Нельзя на Лайфсиллере, типа... Мэм, он... Вот его плейстайл от Егора, как игрока, вообще под Лайфсиллера не подходит. Но Лайфсиллер хороший, типа, герой сейчас. И, конечно, глупо его игнорировать. Но то, что он начал Армлет покупать, это уже хорошо. Так, вот как раз-таки реализация КЛА пошла. Но Сапа на месте. Ну вот хуйня. Хуйню делают, реально хуйню. Ну, типа, у них же нет урона. Да, они, типа, дадут Койл в этого Шторма. Но где взять урон, чтобы этого Шторма убить? В итоге Флай тоже в таверну. Крит забрал Аркей... Ой, Аркейн, Хасту. Ну, два в ноль размен для Бэтбум. Плохо-плохо Шопики здесь реализовали Койл, 100%. Им надо было просто качаться, и всё. Ну вот я говорю, Бэтбум надо вот прям душить их. И они могут это сделать. Ого. Хотят попробовать забрать Найтфолла. Но, опять же, у него есть Инфест. Не самый простой таргет. Но под Таракана на самом деле можно. Так. Саленс, Таракан, Пойл. Взрывается Инксвел. Кстати, Найтфолла успел разбить Таракана, и да. Ну, это было очевидно, бля. Ну, это пиздец вообще. Хотя, что, до конца побегут? Да, бегут до конца. И никто не летит, на самом деле. Пошёл Стампид. Не успел заюлить. За Найтфоллом бежит. Ульта заканчивается. Ещё одна арба. Ну, у Найтфолла есть Телепорт. Бля, а как же Найтфолл много времени здесь выиграл? Это прям суперкруто. Засканили ещё. Вот. Ну, хорошо, хотя бы вышку откроют. Ну, в целом, конечно, я не знаю. Вот могли ли они как-то лучше скиллы скомбинировать? Типа, им надо было... Начать с Таракана, наверное. Убили, кстати, аппарата. ГПК. Мана имеется. Ой, ну а чё же он не улетает? Наверное, надеялся на свап. Так, обед. Есть арба. Пошёл инвиз. Никак не догнать. Попробую Торонто забрать. Притянули обеда. Есть Саленс. Но он успел вернуться на арбу. Ну, кстати, хуёвые тайминги на луне. Если быть честным. Ну, он с аппаратом стоял. Причём, который довольно рано ушёл. Но тайминги на луне вообще прям так себе. Так. Очередной смог с обедом. И вот здесь уже шестой флая. Видит ГПК. Будут сейчас ставить Койл. Но Торонто в позиции. Ревилит всю эту движуху. Нельзя подойти здесь ГПК. Успела бы венга всех разревилить. ГПК бы отошёл. Крит подходит. Есть ультимейт. Видит ГПК, который фармит эншей. У ГПК нету... Да, придётся убивать хотя бы сейва. ГПК нету маны, но он выходит. Ну, хуёвая реализация, если честно, ультимейта. Причём забрали ещё за ответ. Хотя, может быть, даже больше героев здесь заберут. Притягивают обеды. Шикарный стан от Пьюра. Минус два. И флай тоже отсюда никуда не уйдёт. Какие плохие действия, конечно, шопики делают. Я понимаю их желание реализовать ультимейт. Но они бегут. Ну, прям на суицид. Вот прям на суицид. Типа, вот бум готовы, да? Ну, как бы здесь стоит венга. Здесь стоит котл. Здесь фармит шторм. То есть, в любом случае, ты на варде видишь то, что на любого героя, на которого ты выходишь, его будут ревелить. И ты не успеваешь. Типа, шопифай делают прям просто хуйню, типа. Вот. Им либо надо было на лайстиллера выходить, либо подождать более лучшего момента, когда шторм, например, выйдет в мид. Много обед мув делает, если честно. Прям очень много. Прям постоянно стараются найти какой-то свой килл. Не играют пассивно. В итоге забирают ещё северлайта за это. Он ультимейт. Не успевает нажать. Там же арчит. И вот сейчас проблема у пака. Сейчас проблема у пака. Супер быстро отщит на шторме. 7,5 тысяч на творца у него. Бэтбум переигрывает. Вообще, молодцы, большие. Им обязательно надо этих шопиков 2-0 выигрывать. Вчера я смотрел на бремастера коллапса два раза. И у меня в голове определённый отпечаток, типа, игры на бремастере остался. Но всё-таки тут другой никнейм. Тут как бы соберлайк. Не просто так. Так, нападает на него. Он успел разложиться. Хороший, кстати, ультимейт полетел от флая. Хватит ли урона против пайпа? Убьют Торонто. Бля, даже против пайпа хватило урона. Мне показалось, что Бэтбум... Ну, я даже не показалось. Я уверен, Бэтбум намеренно форсили этот файт. Арчит сейчас будет на пака. Кидается. Пьюр. Рядом пак. Ой-ой-ой. ГПК очень с огнём играет. В итоге подходит у нас Артурчик Бабаев. И уже с Эклипсом нормально так урон наносит. И хороший файт для шопиков. Герои у них очень хорошие для того, чтобы убивать вражеских. Представляете? Я просто понимаю, что в голове у Бэтбума было сейчас. Они сейчас... Ой-ой-ой. На Найтфолу нападение. Найтфол. Телепорта нету. Прокликал это обед. Обед это колет. Будут бежать, убивать этого сатира. Ну, замедлили его. Найтфол снимает замедление. 7 секунд. Будет до конца бежать обед. Обед прыгает. 1 секунда Сайленс. Нужно... Успевает нажать койл. Успеет ли Сайленс нажать? Хороший арчит. Найтфол. Нажимает ему свап. В итоге переключает он армлеты. И моментально капбэкует у нас шопики. Ой, шопики. Бэтбум момент против шопиков. Очень мощный момент здесь был. Передайвали Shopify. На писечке, конечно, здесь пытались найти киллочек. Но это было потно. Это было потно. Он молодец, что снял замедление. У него без фейзов 370. А там было 328 на сатире. То есть он, по сути, вот то, что он снял замедление, он из-за этого успел убежать. Ну, то есть я имею в виду, снял замедление тем, что из инфеста вышел в момент того, пока Вичблэйд... Просто Вичблэйд 4 секунды работает. Ему бы 4 секунды 50 эмэса терял. Вроде типа мелочь, да? Там какие-то копейки эмэса. Но видите, как это выливается в итоге в какой момент важный. В итоге Найкс выживает, делает киллы. И сейчас еще покупает себе радик сразу. И так, накрыта. Пошел сноубол от ГПК у нас уже с арчидом. И ГПК пока что ни разу не умер. А вот насчет мид-момента, который я хотел сказать. Я уверен, что Бэтбум была такая логика. Типа, давайте премиум файп. Потому что у нас пайп. Типа, они нихуя не смогут сделать. Но даже несмотря на пайп, все равно было тяжело. Вообще, короче, у директора там 110 героев пул. А что пьюр делает? Типа, покает тпшки? Или что? Наверное, да. Наверное, просто решили покнуть тпшки. Кстати, Найтфол нажал НФС. Бежит к своей команде. Бэтбум хотят принять файт. Бэтбум хотят принять файт. Посмотрите, какой хороший вижен у них. Если кто-то здесь будет подниматься на 3, они сразу это увидят. Летит курица от Сибирлайта. Пока что ее не трогает. Пошли забирать Терзателя. Бэтбум видит. Или не видит? Да-да-да-да-да-да-да. Мигает пьюр. Готовы драться. Сейчас может быть очень больно. Лоу хп у всех. Шипифай выкидывает ульт. У нас флай. Но ни под какой сетап это не залетает. В итоге остается у нас обед. А обед, АКД. Все. И в итоге Бэтбум просто находит идеальный файт. Шипифай зря пошли бить Терзателя. Конечно, это прям очень нагло для них. Причем еще выбили ультбрю. Ну блин, у него слишком поздний тайминг на Радик. Ну у него 7800 нетворца. Так, видит обед. Обед арбу проебал. Успевает прыгнуть на нее. Сразу же стан. Обед. Умирает. Артурчик здесь, но... Бля, у Артурчика все заебись. Но он 0-0-0. Он качал свои шмотки. У него 320 крипов на 23. Вроде он свою задачу выполняет. Но тяжко им приходится. И у него до сих пор Радика нет. 24-я минута. Так, пошел файт от шопиков. Пайп. Очень много доджет урона. Торонто. Торонто умрет. Но блин, вот опять же. Хорошо, хорошо покают битбума. Все это время Nightfall фармят. А шопики просто тратят кучу времени. Так, кстати, догнал Сиберлайт. Но не прилетел на арбу обед. Решили не бежать дальше. Ну тут и Форстав, конечно. И Глимер. Они бы его никак не убили. Вгрызаясь вплоть врага. Нейкс питается его кровью. Восстанавливает свою нечистую силу. Вот такая информация. Да, у него шарда еще нет. Короче, не знаю. Какой-то супер лонный торс на Брюсике. Я не знаю. Коллапс просто задал планку для Хардера слишком высокую. Остальные прям слишком хуево на его фоне играют. Он прям господь бог на своей роли вообще. Вот назовите мне Хардера, который хотя бы близко играет как Коллапс. Не знаю, как там 33-й в какой он сейчас форме. Глянем. Но по ощущениям Коллапс прям далеко вообще всех. Не, Эйс, ребят, уже не тот. Я супер фанат Эйса, но он сейчас уже не так жестко играет, как раньше. Какой хакон, ебаный в рот. Ладно, здесь согласен. На самом деле, в чистом скиле вот именно, да, Коллапсу нет рауна. Да, вот номинально вот они выиграли, выиграют, да, вот эту игру. Но все равно я не верю, что они таким драфтом могут типа со спирит играть. Так, хотя посмотрим на этот файт. ГПК нажимает БКБ, пытается убить моментально суппортов. Умирает у нас Критела Братела. Пошел стампит. Очень больно у нас Найтфол, но Найтфол с Аегисом. В итоге, ой, куда же ты стреляешь? Ё-моё. Джиу-джитсу просто подбит прицел. В итоге Артурчик пытается убежать, сейф бежит за ним. ГПК дают маны. Показывает сейф у нас Артурчик, а побежал за ним до конца ГПК. Есть Вортекс. Артур в таверну. Обед еле-еле смог убежать. Не получилось, не получилось здесь в Шопико Файт навязать. Опять же, все влетело в Лайфстиллера. Ульт вообще в молоко влетел. Ну и опять же, там была Егис. Почти МКБ у Найтфолла. Последний... А, нет, не последняя внешняя вышка. Еще это два в боте стоит. Но МКБ против Фляя здесь уже будет. Луни вообще невозможно играть. Так, Сиберлайт. Это что вот от него за мув был? Сейчас, типа, просто за четыре крипа сдохнуть. С учетом того, что он знал, что все рожки герои будут. Ну ладно, это базы байсайберов. Бе, вот все равно как-то вроде Шопики вот прям выглядят максимально слабо, да? Артурочка ебнули. Че, ну так вообще Бэтбум не ошибаются в этой игре. Вообще, ни разу. Просто идеально в темп играют. Кстати, Луна мертвая. Пошли пофортить хай. Надо выбить глиф. Выбивают глиф. Найтфолл не собирается обходить. У него еще дабл дэмэдж. Так, Сиберлайт проиграет. Торонто форцует. В ответ ГПК сразу же убивают крита. Разменяли на Торонто. Ушел сразу же Найтфолл просто в инфесте. Но, опять же, вы без Луны запорсили этот файп? Но зато задефали в сторону. Потому что ГПК без резов. Хотя бегут за ним до конца. Есть Койл. Есть Койл. Выбить БКБ не? Мне кажется, нормально было бы сейчас выбить БКБ. Или не только. Я не знаю, что он там делал. Ой-ой, сейчас Пьюра можно поймать. Видит, телепорт Пьюра. Ребята, такой момент был для вас хороший. Под ульту его взорвать. Но, наверное, не думали, что он здесь один. Так, пошел инфест. Сейчас прыгает ГПК. Нашли опять крита. Идеальный таргет. Крит в таверну. И тут уже без шансов. И еще, кстати, Рошан еще огни. Что я там говорил? Я говорил про... Про Рилл Стайла, да. Но он, типа, реально классный мидер был. На тот момент. Один из лучших. Но почему я Тора, типа, самый крутой керри? Потому что даже несмотря на то, что выиграв Интернешнл, он продолжает регать паблики. Понимаете? Вот я вам сейчас, например, найду его Дотаба, и он 100% играет ММ. Вот, понимаете? Ну, а как бы... А эти все челы на Инте, они там никого не регают. Он все равно делает там где-то свои 5-6 пабликов. Посмотрите, какая стабильность у этого человека. Не забывайте, что он еще по КД играет по 8 КВ каждый день. И официалки. Ну, то есть он регулярно тренируется. Он вообще нон-стоп играет. Буквально. И это накапливается, понимаете? Это накапливается. И потом создается уже такая разница, что сколько бы ты ни тренировался, тебе уже пиздец, как тяжело догнать человека. И ЛТВ тоже играет. Ну, ребят, ну вы сравниваете, как играет ЛТВ паба, блядь, и я тоже. Один, который на фулл фокусе сидит, а второй, который ему залетает нон-стоп донат, что Ибрагим в жопу его, типа, сегодня опять оформил. Потом он, типа, разбивает вещи. Ну, короче, это вообще разные вещи абсолютно. Я каждый раз, вообще, мне каждый день скидывают по 3-4 клипа у Игоря, которые, ну, просто, вообще, просто в слезах. Он сидит, играет под трек. Блядь, я найду этот клип сейчас. Сейчас игра закончится, я найду этот клип. Вот, смотрите. Такие треки он играет, сидит играет. Нормально вообще, блядь? Просто победный плейлист, блядь. Так и закаляются чемпионы, блядь. Я хрёвый, мне такие, мне по 5 клипов такие каждый день кидает. Майкл Джордан под такой же тренировался. Это, типа, музыка для тренировок. Набирает что-то. Чисто это, доэропрограммирования. Забрали, кстати, Аигис Бэтбум и потихонечку штурмуют последние бараки. Бля, крит подставляется по КД, конечно, вообще. Что-то вообще непонятно, что он здесь сделал. Какие-то у него... Ну, он уже тильт, наверное. Ну, тут уже преимущество очень сильное. Вот как я и говорил, типа, чтобы Бэтбум выиграть эту игру, им нужно ни разу не ошибиться. И выиграть линию. И они всё идеально сделали. Но, опять же, играть таким плейстайлом, это очень тяжело. Ты всегда должен быть в идеальном фокусе. Ты всегда надеешься на то, что тебе надо выиграть линию, ни разу не ошибиться, всё сделать идеально. Ну, то есть, это тяжело. Играть, типа, плейстайлом, где у тебя нет права на ошибку. То есть, ты должен быть вообще в какой-то гипер-мега-галактической зоне. И причём, все игроки должны быть. Луна вообще не тот герой, который соло-побеждает. Абсолютно. А чё, Дахак вообще, да, типа, никого выиграть не может? Но это было очевидно. Я их команду не рейтил. После того, как они взяли этого чела на тройку, было очевидно, что они говна пожрут. Я это ещё на клах сказал. Ого. Барот дали. Есть... Вы знаете, что у Баратрума 100% рейт на турнире? Но они в руках Саберлайта. Сейчас покажу вам. А кто умудрился проиграть на него? Тандер? Предатор? Ахуй. Какой хороший... Какая хорошая игра для пака здесь. А, у Будбум вообще драфты не меняются. Чем играли год назад, тем играют. Если бы не был Саберлайт на Баратруме, я бы поверил в Shopify. Но они так плохо в прошлой игру... Я не знаю, я бы скипнул эту игру. Или бы посмотрел бы, может, в лайве бы что-нибудь увидел. Просто именно конкретно... Ни левые, ни правые не могут игру закончить при равной игре. Вот сами, как зайти, типа, на ХГ, Кзивсу, Дарквиллу, Джакира на ТБ? Или как, например... Ну ладно, если, конечно, пак огромный будет, все будет ок. Но там тоже, опять же, должны быть хиксы, должен быть спиритбрейкер с Лотаром. Опять же, Дарквиллу ловит пака. А здесь наоборот, типа, как на СВ не сломать хайграунд вот этим героям. Но номинально я бы сказал бы, что Shopify драфт опять мне нравится чуть больше. Мастурбеку привет. Дарусы против Ящеров? Блин, ну когда будет время свободное, точно надо навалить. Блин, ну как же там этого главного героя зовут? Богомир? Нет. Блин, там какое-то очень интересное имя. Беречис. Ирина Слава, да? Профессор Багиров. 10 диплом. Ой-ёй-ёй-ёй. Ну, сейчас, кстати, мета нету. Можно попробовать даже подразъебать блок. Так, 15 на 3, 11 на 0. Три крепа в запасе УГП-та. УГП-ка все отлично. Так, Торонто. Не, ничего, на самом деле, в правильных руках вообще, ну, имба. Но это очень зависимый герой от скилла. Ой-ёй-ёй. Сразу 2 кила. Да, Торонто же добьет. Вообще странно, типа, он через А не может? А, ну все, он уже добивает. 2 кила безответных. Еще ФБ, опять же, на Артурчике. Красавчики. На одном обеде катка, как обычно, держится. Ну, я не знаю. Обед сейчас не в той форме, прям вот так он раньше был. Ну, то есть, вообще, в целом, я вчера уже упоминал об этом. Вот если посмотреть на Shopify в отрезке вот этого игрового сезона, да? 2023 года. Они же всегда хорошо играли, только когда обед, ну, прям выигрывал чуть ли не один им игры. Но если у него что-то не пойдет, если, например, враги очень сильные тоже будут, то они всегда лузают. Ну, мне прям не верится, если честно. Ну, точнее, не то, что не верится, я просто вижу его форму, и она не такая сильная. Не, ну, судя по линиям, здесь выглядит игра, как и предыдущая. Артурчик где-то пойдет, закинет. Обеда подкоил, ёбнут. Себерлайт обосрется. Так, Кентавр выходит. Себерлайт, первый спел не жмет. Ой. На винвесичах чисто. Мастербег, посмотри в Википедии, что значит. Тайна вашего имени. Ну, сильный, могучий бег титул, обозначающий высшее звание в тюркской исламской культуре. Таким образом, Мастербег можно перевести как могучий бег. Там уже, опять, целая книга написана по имени вообще сразу. Хе-хе-хе, это Илюхи, это Илюхи Оохи надо читать. Ладно, все, короче. Че тут, 2000, блядь, они опять линии в ноль въебали, я не знаю. Как они вообще так слабо постояли топ? И сейву что-то летит. Потому что они понимают, что, типа, будет мув подуть за сану. Проставочка. Так. Плай. Братишка давит его, есть Тампид, Артурчик, пятый левел. Пьюр. Ну, с Тампидом должны убивать. Но, наверное, так впадло его нажимать, можно и так попробовать убить, да? Есть второй дабл эйш. Отлично, даже без Тампида убили. Так. Бежит Артур до конца, но там он уже потратил, он ничего не может делать. А че, неужели? Да, я просто не понимаю, почему не нажал ульт, чтобы убить своего. Они не общаются между собой, у них уже телят вообще, межгалактически. Всегда любить. Особенно, если игра для этого подходящая. Так, пошел Тампид, коил на Свена. ГПК есть дабл дэмэдж, Свен умирает. Флай вообще. Вот здесь, блядь, был Свен. Он охотелит просто поляну на отход. Да, подзабились мышцы у него мальца. Кстати, еще Крит умирает у нас в боте. Блин, ну просто на линиях приезжают бутбуну. Я уверен, спириты пикнут шопиков. Но будет прям суперконтент, если спирит пикнут бутбуну. Не, ББМ. Вот матч. Вот сегодня самый интересный матч, на самом деле. Вот этот Азор бутбун. Он будет решать вообще все положение в группе Б. ГПК огромный прям вообще. 6200 у него на 11. Идеальная игра, 2 килла. Стань, зачем вообще эти доп-матчи после группы играются? Это типа посев за венера. То есть смотри, кто выигрывает в этих матчах, тот попадает в венера. Остальные падают в лузера. Мне нравится эта система. Мне кажется, она самая сбалансированная. Если честно. Так, на Артурчик этот выход просто затоптал его просто пьюр. Вот без шуток, все системы, которые я видел, мне вот это больше всех нравится. Мне кажется, она очень балансная. Мне вообще нравится, если честно, то, как в этом году выглядит расписание The International. Вот то, что матчи на выходных. Я думаю, для зрителей это неудобно, потому что, например, ты какой-то, например, Коля Петров, да? И ты такой, ну поеду в Сиэтл типа на Инд. И тебе придется там месяц жить, чтобы условно смотреть матчи. А раньше ты мог на недельку приехать, типа заспидранить это все, там отель снять. А сейчас там условно это все будет тебе в копеечку ходить нормально. Отличный Коля Петров из Сиэтла. А что ты хочешь сказать, что ни одного Коля Петрова в Сиэтле нет? Нет, я уверен, даже в чате есть хоть один Коля Петров из Сиэтла. Что там месяц делать здесь можно на финальную часть только приехать? Ну слушай, ну билеты же продают и туда, и туда. А сколько стоили билеты на финальную часть? Я что-то слышал вскользь, что там какие-то неадекватные суммы были. Но, как я понимаю, все билеты проданы. Слушайте, кто бы чего не говорил, я считаю, если они смогли продать билеты, это правильное решение было. Потому что я был на DreamHack'е в Швеции. И мне, например, было очень неприятно, что там была куча обрыг, которые просто бухают, рыгают, пиво под себя, типа там разливают. Хотя это была Швеция, условно. И это было неприятно смотреть. Ты, типа, сидишь, у тебя справа чел просто на каких-то там железных стульях. В итоге, вы думаете, они убирают за собой мусор после того, как карта закончилась? Там потом ты, типа, вот тебе нужно дойти до своего места. Так, куда? Вет вообще прыгнул. И ты просто не можешь это сделать, потому что тебе нужно там коробки с пиццей обойти и так далее. А нет, это не DreamHack был, это был ясно. Помните, там еще до хакера? Только они и болители. Ну и какая беспонтовая игра? Вот просто шопики ультра-ракс. Чё, спириты? Да, они вышли спириты, понимаете? Тоже, ну... Чё вы форсите спиритов? А, их ебут? Ой, ну ладно, даже если они одну катку проиграют. Кстати, тут на самом деле игра до одного проигранного файта, и я тоже это выиграет. Первый раз вижу Дениса Ларла на Праймл Бесте, кстати. Кто еще играет? У Джиди Бискост. Голл Джиди Бискост. Может купить себе еще и Блинк на силу. Врыв. Быстрый, Найтфолла, Найтфолл с линкенсферой. Нажимает БКБ, пытается драться на развороте. Сыр остается у Туранта Токио. Можем в моменте файта его пытаться перекладывать. Пьюр, стант по-троим! Как ворвался сочно! Подходит ГПК, Дримкоил по-троим также. Зепса убили, байбэка нет. Фильдбрейкер после байбэка. Ну все, все, это конец. Байбэков нет, и команда Шипифай сдается. 2-0 для Бэтбум. Невероятно важная победа. Нужно было забирать очки. Такая же важная игра была и для американского коллектива. И Шипифай оказывается в невыгодном положении. Александр Левин, Александр Левин, Александр Левин, Александр Левин, Александр Левин, Александр Левин, Александр Левин.